Субтитры создавал DimaTorzok Василий Никитович, добрый день еще раз. Вспомните, пожалуйста, предвоенные годы. Предвоенные годы я жил с отцом и с матерью. Они уже пожилые были. Это отец с 84-го, а мать с 87-го. Все ушли на фронт. Брат, второй брат, сестра работала. И потом меня добровольно приказывали в войну, а все уходили в пехоту, а меня взяли в морфлот. Но я не согласился. В Рязань отправили, в Рязань, как доказание. Там в школу было сержанта, пулеметчика. И вот в июне месяце кончил я эту школу и на фронт повели. И вот как шли мы там далеко не знали. Катюшу нашу стреляли, через нас перелетали, да и все. Ну и потом дальше больше. А вот было ли в стране ощущение надвигающейся войны? Ощущение как бы. Мы жили в колхозе были. Ну мне что было 16-15 лет. Я занимался там, помогал отцу, огородник был. Ну то есть предполагали или не предполагали, что будет война? Не, уже война-то началась. Это уже было... То есть не думали, что она начнется? Да, не знали. В 43-м году меня призвали. Я... Хотели в Марфлотт, а я пошел со своими ребятами. И послали в Казань. И в Казань учились 6 месяцев и на фронт направили. Ну и потихоньку шли-шли. И пока, да, ранило. И ушли. А вот скажите тогда, пожалуйста, как вы узнали, что война началась? Ну как, всех кричать радио. Там же и был когда-то радио. То есть речь Молотова 22 июня 41-го года вы слышали? Да, я уже не помню. Не помню. А речь Сталина тоже в 41-м? Тоже не помню. Не помню. Разговаривались. Вы в армию записались добровольно? Да. Расскажите, как и когда? Это в 43-м году, в январе месяце, в Казани. До Казани нас повезли. Сиразани говорят, до Казани. Повезли, то младших сержантов школу, пулеметчиков записали. Побыл в 6 месяцев и на фронт направили. А куда, как в дивизии. Ну я помню дивизию армии. В 84-й была в гвардейской. Ну потихоньку, потихоньку. Ну в общем до ранений я отвоевала. В 43-м в декабре месяце, в 17 декабря запомнился. Родился 17 февраля и 17 февраля второй раз родился. Если бы чуть-чуть в живот или грудь и все было. Ну, не судьба значит. Судьба жить. Это хорошо. Теперь скажите, пожалуйста, в каких сражениях или операциях вам пришлось принимать участие? Что-то обороняли или освобождали? Мы все время двигались. Уже был 43-й год. Уже наступали. Все время двигались. Под Брянском были. От Брянска на Белоруссию. И вот здесь двигались. На врага, да, двигались? Ну вот. Понятно. Освобождая, да? Села, города. Да, да, да. А вот можете тогда вспомнить несколько боевых ярких эпизодов? Ну, каких там эпизодов? Ну, любых, которые вам помните еще. Я помню, когда начиналось наступать, и через нас, Катюшу, пулемет, не пулемет, а снарядами летели, и мы боялись как бы не долететь между передовой и фронтом. И так, ну, пережили, потом двигались, двигались, и вообще как в Белоруссию попали. Ну, вот, долгий. Вот еще тогда вопрос. Мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. Что для фронтовиков было источником мужества? Да, ну, какой-то, что, если там командующий, я был, собственно, пулеметчиком. Больше ничего дальше не знала. Воевали, да. То есть по команде, да? Да. То есть была команда, вы выполняли ее? Конечно, никуда не денется. Вот, теперь можете сказать, имеете ли вы награды, ордена, и за какие заслуги? Ой, у меня и орден славы я первый получил. Первой степени? Ну, был первый, или как, вон там написано. И потом постепенно увеличили, и я получил много орденов. Орден Отечества войны, ну, тут все за прохождение. Медали, юбилейных много, медали. Ну, их штук 20 и больше. Юбилейных? Ну, всякие. Да, понимаю. Так, а с каким чувством вы шли на войну? Шли, как-то, всем уходили. У меня братья старшие с 8, с 10 года, с 12 года, с 19 года. Все участники. Ну, у нас сестра одна была. И последний, с 28 года, он после войны уже. То есть, шли, как выполнять свой долг? Ну, все. Как и все, да. А с каким чувством возвращались? А? А с войны, с каким чувством вы возвращались? Уже? Ну, как? После войны. После войны? У меня по госпиталям в Куйбышеве был я. Еще там, потом в Рязань попал. Это все пошло. Потихоньку, потихоньку двигались. И тут война кончилась. Мы уже в Рязани были. Я в авиации служил. Наземная техника порадила. Там по приборам. Ну, вот, тут не упомнишься. Вот еще тогда вопрос. Как воспринималось в начале войны, что Красной Армии пришлось отступать? Ну, я не захватил это дело. Мы уже, я... Может быть, по слухам или по рассказам? Ну, слышно. Вот. Ну, как? В общем, и даже. Кто... Кто был в окружении, кто убежали там. В общем, по-разному. Понятно. А вот какие настроения преобладали на фронте? Все думали, что мы обязательно победим? Или все-таки встречались люди, которые не верили в СССР? Нет, уже в 43-м году, в 44-м уже что-то... Все четко знали, что мы победим. Четко, конечно. А вы что-то знали о событиях 1941 года под Москвой? Ну, слышали, писали или по радио говорили, что... Ну, откуда мы... В общем, следили за сводками информбюро? Да. Мы же в Липецкой или Рязанской области была раньше, сейчас Липецкой сделали. А можете рассказать немного о своих командирах? Ой, как... Какие командиры... Командиры взвода, командиры... Фамилии, может быть, назвать, имена... Ой, не помните никого? Не помню. Ну, ничего страшного, ладно. Ну, командиров много было? Ну, командиры... Как... командиры роты знали, командиры батальона знали. Пехота... А каково было отношение вот командиров к своим подчинённым? Нормально было. Человеческое? Да, по-человечески всё. Провожали на фронт. А вот кого вы в армии считали наиболее выдающимся полководцами? Ну, раньше как всё Жуков, Жуков, всё-всё. Ещё раньше... Всё Жуков. То есть, по вашему мнению, Жуков? А на фронте вот были люди разных национальностей. Как многонациональность складывалась на боевом духе армии? Так, собственно, у нас все русские были. Все русские были, все. Школу кончали, сен-классов кончали. А уже после в армии, уже офицером, когда стал я училище, кончал, и десять классов кончал. И всё. То есть, отношения, вот все русские, то есть не разделяли, да, на национальности, не смотрели на это, да? Нормально, 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 всё. Понятно. Всё. А вот повлияло ли участие в войне на ваше отношение к религии? К религии? И ничего, собственно. Вот на фронте часто складывалось тяжелое положение. Как удавалось не падать духом, поддерживать воинскую дисциплину? Ну, дисциплина была нормальная. Вот. Вот у меня уже есть свидетельство братья, которое будет уже в 50-м году, в августе, будет 60 лет скоро, в августе, с семьёй как жил. У меня сын и дочь была. Сын в армии, кончал армии, академию закончил, и демилизовался, и работать сейчас на литприборе. А дочка в Москве тоже кончила, высшее образование имеет, кандидат наук, и сын, и дочь. Вот у меня дети такие, ну, внуков мало. Вдвое у сына, вдвое у дочери. Ну, так нормально. Так что... А вот немного, вот не про семью, а вот про приказ «Ни шагу назад». Наркома обороны, слышали? Номер 227. Ну, это уже мы всё время уже двигались. В 43-й год уже всё время двигались. Всё время вперёд. Да. Это уже было сначала. А вот как вас встречали люди в освобождённых городах и сёлах? Да, собственно, я... Около Рязани. Рязани же не была в оккупации. И училище там было военное. И аэродром военный был. Всё, ну, так нормально было. Всё. Всё. Вот. А... Тогда скажите, каким было отношение наших солдат к гражданскому населению Германии и других стран Европы? Ну, мы там в Германии не были. А вот, может, по рассказам друзей? Номер 227. Однополчан. Не рассказывали, да, вам? Ничего особо. Нормально. Тогда вот скажите, пожалуйста, ваше отношение к врагу? Ну, всё, Гитлера, Гитлера. Ну, вот вы ненавидели всех немцев, либо только Гитлера и нацистов? Ну, они же солдат в статье были. То есть, только Гитлер, да? Вот, только управление их у вас вызывало, кстати, негатив. А вот... Ну, в составе вот вражеской армии были же не только немцы, но ещё итальянцы, вот, венгры, финны. Вы не различали их? Не, мы в этих частях... Я же мало был на фронте, ещё с июня, июля, августа, сентября, октября, но я в декабре. Ну, больше полгода. Ну, позже. Ранили, всё, и больше... Поним. Ну, вот, а расскажите тогда, приходилось ли вам слышать о власовцах? Ну, это приходилось слышать. И вот какое мнение о них на фронте было? Ну, тоже по-разному рассуждали. Ну, чаще всего. Предатели? Ну, да, больше. Больше предателей, да? Да. Так, а вот расскажите о бытовых трудностях. Вот как их вы преодолевали? Ну, особо трудности какие же. В армию, я же ушёл в армию в 43-м году. Родители остались, отец и мать пожилые самые, и сын пацан 28-го года. Но он нормальный там, ничего. А вот когда было воевать тяжелее, зимой или летом? Ой, я зиму чуть-чуть зацепил. Чуть-чуть, но всё равно уже... В окопе, тогда тут окапывались, и плохо, и... Тяжелее зимой, да? Зимой, конечно, тяжелее. А вот потому что окопы, да, тяжело окапываться? Ну, конечно. Ага, земля застывшая, ну и так холодно само собой постоянно. Да, ну это октябрь, ноябрь, декабрь. В декабре ранило я. А вот можете сказать, как вы оцениваете нашу боевую технику? Техника улучшили. Сначала не было катюш, не было снарядов таких дальнобойных, и ещё там техника шла вперёд. Ну, не знаю, как это. Ну, то есть постепенно модернизировалась, и потом уже превзошла все ожидания. То есть с помощью чего? А вот ваше личное оружие у вас было? Личный пистолет, это уже после армии. После армии, да? Пулемётчик в армии, если там. Пулемёт. Пулемёт Максим назывался он. А в авиации тут уже никакой оружия давали. Личное ружьё, автомат или там пулемёт. Это нормально. А вот расскажите ещё, пожалуйста, с какими развлечениями в минуты и часы отдыха приходилось встречаться солдату за годы войны? Может быть, песни, фронтовые бригады какие-то, концерты? Было что-то? Ну, во время войны, ну, тут мало уже. Я в авиацию ушёл с пехоты. Ну, когда вот в 43-м году вы шли вперёд, был досуг как-то вы проводили? Да, нас это там были. Так, отправляли как на фронт. Показали нам, как дезертиров расстреливали. Как трибуналы военные. Чтобы почувствовали, что мы нельзя дезертировать. Так, хорошо. А вот как вы можете охарактеризовать отношения на фронте между мужчинами и женщинами? Были ли женщины ваши? Нет. Женщин не было у вас, да? Нет. А вот знаменитый наркомовский 100 грамм. Это давали. Давали, да? Давали. А какую роль вот они играли на войне, как вы думаете? Кто, даже, как это, 100 грамм мало. А вот раньше папиросы давали, или табак был. И то мы вместо табака отказывались от курения, а сахар давали нам, заменяли сахар на сахар. Я слышал, да, слышал, что-то такое. Ну, что? А вот теперь про ранения, пожалуйста. Расскажите, вот где вы были ранены, когда, и кто вам оказал медицинскую помощь? Вот я, более-менее, ранили меня на белорусский фронт. Белорусский. Так, сразу подобрали меня двое. И сестра была, медсестра вроде, и до самба-то довели. И потом отправили в этот, в Ржев, уже я говорил, в Калинин. Там рентген не было. И осколки у меня нельзя было. Не заживало. А потом уже отправили, когда осколки удалили в Куйбышеве, в Самару. Тогда стали заживать, заживать. И меня перевели в авиацию. Я пошел учиться на стрелка-радиста, на ту-вторых. Ну, и так в авиации остался. Шел до конца арены, в Рязани, в Смоленске, вот кончилась моя служба. На завод поступил, на один, на второй, в Диффузион, может, слышала, в Тентавр. Там был с мастером, контрольным мастером он назывался. Ну, так особо. А как вы относились после войны к тем солдатам, кто побывал в плену? Ну, как-то у нас таких не было в авиации. Там не был пленных никто. Ну, вообще, к пленным солдатам относились доверием или не очень? Да не очень, наверное. Ну, я около их не был там. Так, а вот что вы знали о союзниках СССР? Насколько ощущалась на фронте их поддержка? А, так, собственно, я особо не... Не застали, да? Да. А вот скажите, вам приходилось есть американскую тушенку? Ай, вот, я не помню. Тут, наверное, что-нибудь давали. Не помню, что прошло столько лет. Тогда вот расскажите, как вы встретили День Победы, вот именно 9 мая 1945 года? О, и это... Я в Рязани был на аэродроме. И как сразу услышал, что война кончилась. И пошли с товарищами в деревню. Там аэродром, около аэродрома. Выпили там все. Война кончилась. Да. А вот теперь скажите, пожалуйста, какой фильм о войне лучше всего передает атмосферу тех лет? Отношения между людьми вашего возраста, поколения? Ну, особо как... Мы много раз упомнят, что... Ну, хорошие были, плохие картины. Ну, нормально. А вот скажите тогда еще, произведение какого писателя лучше всего отображает и правдиво то время военное? Писатель кто? Да. Название, может, книг, либо фамилия писателя, авторов. Я уже... Тоже не помните. Нет. Ну, столько лет прошло. Тогда немного расскажите и скажите какие-нибудь слова вот будущим поколениям, нашим внукам, правнукам. Что бы вам хотелось бы им передать? Ну, внукам все... С нашей стороны, в общем, у нас внуки хорошие, дети хорошие были. Мало, правда, детей раньше. Нет. А вот всему поколению, вот просто ваши слова и вас будут смотреть многие ребята, молодые. Вот что бы вы им хотели бы сказать? Ну, чтобы не было войны. Никогда это опасно, сейчас война будет, не дай бог, говорите. Ну, что учились, работали хорошо. Все по мелочи. Ну, так что, что я скажу. Ну, хорошо, хорошо. Спасибо тогда, Василий Никитич. Да. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok